Добрый день, дорогие друзья! Российский Центр Науки и Культуры в Праге приветствует вас! Все вы стали участниками ежегодного конкурса юных чтецов «Живая классика-2021». Конкурса, в котором российские школьники и школьники за рубежом читают вслух прозу на русском языке. Хорошая книга учит нас, как добрый учитель, направляя, как заботливый наставник. Вспомните, когда вы входите в библиотеку, какой необыкновенный запах в ней царил, несравнимый ни с чем. Так пахнут книги. Здесь, среди множества книжных полок, вас ждут самые невероятные приключения в самых невероятных точках мира. Тысячи героев литературных произведений ждут возможности отправиться вместе с вами в сказку, придуманную для вас автором. Любите книги, цените книги, берегите. Они самые верные и преданные друзья. Для всех участников конкурса «Живая классика» российский Центр науки и культуры в Праге приготовил замечательные книжные подарки. Среди них, например, повесть «Гутаперчевый мальчик», написанная Дмитрием Григоровичем. Это трогательная история жизни восьмилетнего сироты, вынужденного зарабатывать на кусок хлеба, совершая опасные трюки под куполом цирка. Повесть «Динка» Валентины Асеевой. Прекрасная книга о девочке, которая жила в непростые времена. Несмотря на название, книга понравится не только девочкам, но и мальчишкам. Всем, кто любит детективный жанр, обязательно понравится повесть Анатолия Рыбакова «Бронзовая птица». Ведь в роли детективов здесь выступают обычные дети. Эти и другие замечательные книги получите в подарок все вы, участники конкурса «Живая классика-2021». Коллектив Российского Центра науки и культуры в Клараге благодарит вас за любовь и уважение к книге и за проявленный интерес к конкурсу. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»